добрый день уважаемые коллеги рад вас видеть в нашем учебно-методическом центре причем в таком большом количестве ну видимо сыграла роль тема на моем треке наверное первый раз таком практическом ракурсе о цифровой библиографии и наверняка коллеги уже потирает руки но честно вам признаюсь что я могу научить большой части здесь специалисты с библиотечным образованием я здесь скорее как неофит если не профан и как всегда я все-таки буду выступать скорее как специалист по цифровым коммуникациям и обозначу именно свой фокус на эти вещи и скорее всего вот мою часть выступления можно было назвать проблемы цифровой библиографии они секреты но вот во второй части которую мы для вас подготовили уже моих коллег настоящих библиографов я надеюсь что они удовлетворят именно практический запрос расскажут как мы работаем над каталогами над как мы решаем библиографические проблемы вот в этой части которую татьяна викторова телегина и альфея михарина литовченко мои коллеги будут вести вы сможете и задать какие-то практические вопросы ну а я вот немножко хотел бы до философский взгляд совсем с другой стороны на проблему для библиографии бросить и вот слайд так и называется библиография как образ мира мы с вами знаем что в целом библиография это отрасль информационной деятельности задачей которой является учет управления печатной издательской продукции в этом ракурсе мы и работаем вот но если мы начнем вдумываться в сущность что же скрывается под этой задачей библиографии легко понять насколько глубоко и философская по своей природе задача вообще создать библиографию библиография по сути дела это карта интеллектуальной смысловой деятельности общества если понимать эту деятельность именно в текстовой издательской форме папа по сути дела приходится задача стоит описать вот весь смысловой мир которым живет который создает общество описать категорийно вот если брать вот те методы которыми мы человечество привыкли описывать вот этот мир можно назвать 3 развивающихся категории словник энциклопедический да вот энциклопедия тоже как карта мира через понятия разъясняющие вообще капустой не что он состоится вот энциклопедический проект до ландера немножко звук погромче сделать на и мои настройки микрофон звук и там бегу но бегом бегу ног подвинуть окей нажав еще чуть-чуть вот сейчас по моему еще чуть-чуть главный кнопочку ok в конце нажать чтобы сохранилась настройка главный кнопочку ok в конце нажать чтобы сохранилась настройка. Сейчас получше немножко стало. Коллегия, сейчас получше немножко стало. Коллегия, как? Да, прошу прощения, я не очень смотрел комментарии. Да, я буду стараться говорить погромче. В общем, карта смысловой деятельности человечества. Первый образ, который мы имеем дело, это энциклопедия и вот словник энциклопедический собственно, это вот перечень того, ключевых понятий, которыми описывается наш мир. Классификатор это, по сути дела, развернутый словник. Это тоже попытка классифицировать, логически разложить наш мир. И контрологизатор, как практическая реализация, опять-таки, это одна из систем описания смыслового мира. И вот эти все трое представляют собой своего рода карты языковые и накладываются друг на друга. Мы с ними привыкли работать, что даже не обращаем внимания, как они образуются, как функционируют, как создаются. Ну вот, библиография, это, собственно, образ мира, который развивает в своем смысле энциклопедию, энциклопедический формат и дает понятий и лексический слепок к смысловой жизни человечества. Вот в этом ключе мы и будем рассматривать. Так, вроде меня слышно, да. И в чем специфика библиографического именно классификатора? Он, по сути дела, является навигатором по империи текстов без классификатора практически невозможно двигаться и что-то находить. Именно он выстраивает нашу навигацию по смысловому этому пространству. Если не существует классификатора, каталогизатора, просто становится невозможно найти книгу. Вот говорят развалы, книжные развалы, да. Вот это как раз тот случай, и в этом случае книга по сути представляется как некоторый мусор, в котором можно копаться и что-то находить. То есть без классификатора, каталогизатора книга практически немыслима. Именно он вносит в многообразный мир книги какой-то порядок. ну и исходя из этой задачи несколько типов классификатора каталога у нас существует основной, с которым мы работаем это научный классификатор, который выстраивает иерархи логического строения исследовательских областей науки. Вот те основные наши ББК, УДК, НТИ в российском пространстве. Эти классификаторы непосредственно соприкасаются с научной деятельностью и, как я сказал, являются каким-то именно научным описанием мира. То, что я говорю, наиболее очевидно в этом случае. Но существуют и другие классификаторы и практическую функцию ценность имеют прежде всего те, которые определяют удобство воспределения литературных масс в книготорговле. Для них в основном и создаются библиотечные классификаторы. То есть, в первую очередь, для бумажной книги, для магазинных полок, для коммерческой литературы. И сюда уже входит то, что не очень-то войдет в первый тип. Например, детская литература, различные типы книжек, игрушек и так далее. Это, по сути, классификатор словесного творчества. Ну и, наконец, классификаторы, которые распределяют литературу по функциональным направлениям использования. Нам хорошо известен классификатор для учебы УГС, укропленные группы специальностей. Он распределяет литературу для профессий, по сути дела, не являясь библиотечным классификатором, но, как вы знаете, в нашей деятельности он как раз один из самых ключевых, все издательства им пользуются, не говоря уж в университетах. И, как вы видите, в целом задачи библиографического классификатора закрыть весь космос тем и смыслов. Классификатор должен покрывать все, он должен быть универсальным, он должен быть полным, без вот этих дыр, он должен быть репрезентативным. То есть, к нему ставятся задачи, как к полной совершенно некой логической системе. Но это относится к научным, именно к глобальным таким классификаторам, которые имеют стандарт ну, скажем так, высшего плана. А вообще рубрикатор и классификатор может создать каждый, исходя из тех целей, которые стоят перед ним. И даже вот с книжным миром та задача, которая стоит в данный момент, она диктует и способ, и метод рубрикатора, да, полки в магазине или какой-то сегмент литературы. Каждый обычно создает сайты с книгами, создает рубрикатор, отталкиваясь от тех книг, которые у него есть. И в целом можно сказать, что все-таки основная первичная задача библиотечного классификатора распределить книги на полки. И конечно, поэтому он тесно привязан к бумажному формату. И вот встает вопрос, а нужна ли в цифровом мире библиография? Во-первых, мы о ней и говорим сегодня, цифровая библиография все-таки описывает непечатные книги и журналы. Она не имеет целью распределить библиотечные полки. И цифровая библиотека и библиография имеют ввиду вообще не столько книги в их материальной оболочке, а именно тексты этих книг. Вот раньше все, что печаталось, было книгой. Поэтому была очень понятна вот эта идентичность. Но вот сегодня в галактике текстов книги принадлежит все более такой локальный исчезающий сегмент. И если мы возьмем интернет с его поисковиками, соцсетями, мы видим, как уже разрушена наша привычная картография текстов. Это уже тексты совершенно разного рода. Среди них книги, книги, статьи, какие-то заметки, вопросы, ответы, картинки. И конечно для гипертекста, который живет в интернете, не подходит книжная навигация. тогда спрашивается, зачем нужна научная библиография для какого-то локального текстового сегмента, когда не решен вопрос самого космоса текстов в этом новом пространстве. В общем, интернет ставит и очень остро вопрос о новых методах и путях описания текстовых ландшафтов и территорий. И тогда можно и многие задают другой вопрос, а можно ли обойтись без библиографии? И собственно появилась точка зрения вполне обоснованная, что библиографию может заменить поиск, а именно полнотекстовый поиск. И скажем так, это точка зрения имеет веские основания. Ну во-первых, понятно, что одна из ключевых задач библиографической работы это помощь в поиске литературы. Если эта задача решается лучше поисковиком, то зачем тогда действительно библиография? А тем, что эта задача действительно лучше решается поисковиком, мы с вами легко увидим, если взглянем уже на нашу жизнь, нашу работу с интернетом. Мы работаем с поисковиками, а не с какими-то библиографическими системами. И вот весь интернет поисковики справляются со всеми интернетом довольно успешно и не требуется никакой библиографии. успех поисковиков тоже имеет цифровую природу. Он опирается, все поисковики работают, опираются на расширенный поиск, то есть поиск внутри текста. Он помогает найти нужные тексты, не прибегая к библиографическому описанию. парадокс в том, что до цифровом мире вообще такого не было возможно. Поиска не было расширенного, внутреннего. Можно было работать только с библиографическими описаниями, каталогами. Вот открылась новая возможность, и вы видите, она быстро меняет наши практики. Библиографическое описание, это по сути упаковка книги. И конечно не так понятно, что то, что здесь есть, ключевые слова, даже аннотация, оглавление, все это далеко недостаточно для содержательной работы с книгой. Поэтому расширенный поиск, конечно, у него мощнее, у него больше возможностей. Но в то же время библиографическое описание это каркас для переноса текстов. это основа идентичности книги. При отсутствии переплета этой бумажности привычной материальной формы оказывается, что идентичность книги можно достичь только благодаря библиографическому описанию. У него нет физической обложки, ничего. Текст это внутренности книги, с ними невозможно работать. Соответственно, их невозможно переносить как таковые внутренности или внутреннюю цитату можно найти только опосредованно через идентичность библиографического описания книги. Поэтому интересный парадокс, что полнотекстовый поиск по сути дела разрушает границы между книгами. Он как нож легко их проходит и все рушит на своем пути. А самое главное, он рушит корпускулярную природу множества книжного мира. Вот эта четкость книг как молекул, она разрушается, распадается на атомы и опять приводит к некому хаосу. Полнотекстовый поиск разрушает книжный мир, превращая его в платформы и базы данных. Из книг возникают базы данных. Вот, поэтому все здесь не так просто, и скажем так, что полнотекстовый поиск и категориальная каталогизация это абсолютно разные направления, это разные задачи навигации в книжном мире. Что же такое библиография, чем она становится в постбиблиотечной среде. Задумаемся о том, о особом статусе библиографического описания. Это знак, но очень специфический особый знак. Это знак, как говорят в лингвистике, вторичной семиотической системы. Она является знаком текста, то есть знаком знака. Не знаком обычным, за которым стоит какая-то реальность, знак некой абстрактно-духовной сущности. В философии такие явления получили название симулякра. То есть это знак абстрактно-духовной, а не физической реальности. И вот этот факт, он вносит колоссальные изменения в наши представления и работу. Он приносит освобождение библиографического описания в цифровом мире и открывает некий новый порядок свободы. уже не описывает какие-то реальности, книжки физические, а генерирует смыслы. И соответственно цифровая библиография в этом она коренным образом отличается от нашей традиционной библиографии. Это не отражающий порядок некой библиотеки, а генерирующий порядок текстового космоса. И здесь я бы обратился к классику хорошо нам известному Науму Хомскому с его идеей генеративной порождающей грамматики. В его подходе как раз и отражается вот эта новая реальность и вообще логика, когда именно внутренние правила системы задают лингвистические формы. Когда изнутри вовне, а не из вовне внутренней. То есть внутренняя логика библиографии, если мы говорим о библиографии, ее внутренний порядок порождает внешние формы классификации и каталогов. То есть смысловой мир именно здесь создается, а не пытается описать, как описываются классификаторы животного или растительного мира. И по сути цифровая библиография это некая чистая логика, игнорирующая изъяны материальной среды, поскольку она в цифровой, и создающая некий такой идеальный космос логического порядка, основанного на роду видовой классификации, как мы знаем наши классификаторы. И тем не менее, хоть оно вот так красиво звучит, но здесь ждется, оно и несет себе конфликт эпистемологии, то есть конфликт вот этих двух природ библиографии, эмпирически описательной, привязанной к физической книге, физической библиотеке, и модельно порождающей, которая самостоятельно генерирует, создает сущности. И текстология сама существует на их границе, поскольку текст также несет этот конфликт. Это и лингвистическая сущность, и эмпирическая. И вывод, который из этого можно сделать, из этого взгляда, в том, что цифровая библиография получает новые степени свободы, порожденные освобождением от печатного формата книги. И эта свобода, разумеется, в отношении к нам с вами, повышает интеллектуальную ценность, ответственность библиографической работы. Как бы сказал Людекин Миштейн, она определяет смысловые границы мира. Никто иной, как мы с вами отвечаем за эти смысловые границы и не имеем права на ошибках. Теперь немножко об этих ошибках. То есть, мы с вами имеем кризис библиографии, которые далеко не каждый почувствовал. Многие из вас, из нас живут еще старыми представлениями. Ну и книжный мир, он все еще опирается на печатный формат и библиотека, в первую очередь, печатные книги, но все меняется. и можно представить мир, в котором царит цифровая книга, и как вы видите, этот мир совсем другой, и в нем будет совсем другая библиография. И вот для этого мира, скажем так, для системы мира гипертекста уже не нужны библиотеки, их полки, не нужна вот та методология библиографии, которую мы разработали, к которой мы привыкли. Что же должна описывать цифровая библиография, где находятся книги сегодня в этой среде, где мы встречаем цифровые книги? Ну, во-первых, конечно, на платформах с текстами, в базах данных, подобные электронно-библиотечным системам или другим платформам. Во-вторых, там тоже много текстов и книг, это социальные сети с их текстовыми переходами. К статьям, книгам социальные сети можно уподобить реке с притоками. На притоке это и есть вот эти тексты внешние, куда отсылаются гиперссылки. Дальше книги находятся в поисковике, тоже с перечнем ссылок, ну и наконец в интернет-магазинах, интернет-клубах для чтения и так далее. И вы заметите, что везде, вот в этих системах, особенно в поисковиках, в социальных сетях, очень непросто определить, где вы имеете дело с книгой, а где нет. При отсутствии библиографической спецификации, а там вот ее именно нет, все тексты растворяются друг в друге и очень сложно вычемить книги из других видов текстов. И вообще скажем по-другому, что в этой цифровой среде текстовой книга как сборник, она не несет того удобства, которое ей присуще в материальном мире в виде бумажной книги. То есть книга она отличается только какой-то длиной своей. Скорее даже книга неудобна в этой среде, в отличие от более малых форматов. Главное ее никак не определить. Ну и вот тут мы приходим к понятию методики порождающей библиографии. Когда мы работаем в интернете, как мы понимаем, что эта гиперссылка несет на себе книгу, или там, что эта страничка содержит в себе книгу. Ну, как правило, гиперссылка, она просто несет себе титульное название интернет-страницы с книгой. Не очень определишь. Иногда в поисковой массе определяется PDF-тексты, и тогда тоже можно рассчитывать, что здесь ты имеешь дело с книгой, хотя там необязательный PDF-это тоже не идентификатор книги. Ну, и объем текста даже тоже является очень скользким критерием его в этой текстовой массе очень сложно определить. То есть, в цифровой среде очень легко потерять книгу вообще. Не найти ее, и там где-то имеешь делать книгу, и вообще не угадать, что это книга. Поэтому основным отличительным и вообще средством отличить в интернете книгу от некниги является по сути библиографическая запись. вот именно библиографическая запись определяет является ли этот текст книгой или нет. Вот такая важная функция стоит перед библиографической записью. Но может ли традиционная классическая библиографическая запись выполнить эту функцию? С большим сомнением. Потому что все-таки классическая библиографическая запись она опирается на логическое и территориальное месторасположение текста. Скажем, когда мы видим запись длинную, как мы можем определить, что это статья? Если запись разделяется на две части, в первой мы видим, что это какая-то часть, а вторая нам определяет более крупный формат, что это статья в некоторой книге. Книга самостоятельный текст. Ну и какими-то там, если написано, что издательство, город, в общем, очень условные знаки. По сути дела, чтобы определить, что это книга или нет при обычной библиографической природе, нужно ее увидеть, увидеть, что она толстая, сто страниц больше. Цифровую же книгу не увидишь как физически. И в этом большая проблема. Вот это собственно проблема, которая стоит перед всем цифровым книгам и обозначает некую угрозу вообще для жизни книги в этой среде. Эта же проблема обозначает и ответственность, и важность библиографов в этом цифровом мире. И вот библиографы еще не признали в себе эту новую демиологическую роль, роль творца пространства книги. По сути дела они не готовы к ней, ну они это мы, да, мы не готовы, мы не говорим об этом, не готовы цифровые инструменты для нас. Это может, как говорится, накрыть нас очень быстро. Тем не менее, работа ведется постоянно, работа интенсивная, и в общем вот этот переход, он, конечно, с подволь готовится. Если книга, если печатная книга перестанет доминировать, то придется перестраиваться очень быстро. И насколько вот скоро может быть этот переход, будет ли книга всегда печатный, а цифровая книга это просто некой копии печатной. Вот уже сегодня есть несколько сегментов, где это не так. Ну, например, научная монография. Вот в этой сфере, по сути дела, де-факто монографии перестали выпускаться в печатном виде. Это, как правило, электронная копия, ну и там когда-то она может печататься по требованию, и приобретать печатную форму. Легко представить, что монографии будут представлены только в цифровых библиотеках. Вот это совершенно пример нашего нового дивного мира. А отразило ли это изменение библиография? Ничуть. Вы прекрасно знаете, что обозначить библиографическое описание даже цифровой книги абсолютно выглядит как бумажный, без всяких изменений, с указанием страниц, ну и вот этот вот шлейф, PDF-формат, образначение цитат на отдельных страницах, это все еще несет как хвост новая цифровая книга, монография, скажем так, это уже полноценная новая цифровая книга, существующая только в электронном формате. Она несет этот старый устаревший шлейф, старую одежду, носит с неудобством, но пока это еще работает. Это только одна из таких ласточек, которые могут к нам прилететь. Кроме библиографической проблемы формата книги, существуют проблемы экспертных критериев текстовых библиотек, потому что вот тексты, чтобы определить тексты как книги, уже недостаточно будет там увидеть, формально как-то определить ее, а необходимо экспертно. Мы знаем, что сейчас уже тексты создают и компьютеры, и такой поток текстов, где очень много псевдо книг, псевдо текстов, вот это все фильтровать традиционной библиографии по сути делать сегодня не может, не имеет инструментов. происходят и другие изменения и задачи, и то, что сегодня мы решаем, как правило, проявляется в реформах стандарта СИБИТ, новая библиографическая запись, какие-то исправления в этом, в ГОСТах, а как правило, они направлены на устроение конфликтов между печатным и цифровым форматом, установление их внутренней связанности. Но проблему они не решают, потому что они стоят все еще на той старой привычной схеме. И еще одна из проблем, которые вытекают из этого надвигающегося цунами, так скажем, это проблема разобщенности каталогов и классификаторов. вообще цена ошибки, которая повышается в цифровом мире. На сегодня каждая крупная библиотека создает свой каталог как бы заново. Сидят каталогизаторы, там описывают, огромное количество труда делается, ну а самое печальное, что в цифровой среде ошибки они делятся друг с другом и очень легко умножаются. скажем, мы, мы создаем свой каталог и он идет дальше в сотни библиотек, где тоже, наверное, используются наши библиографические записи и что-то. Вот каждая наша ошибка грозит, там отразится в сотнях библиотечных каталогах. И так происходит с каждым, кто сегодня создает, кто обменивается цифровыми данными. это вот не те библиотечные каталоги, которые у меня были в начале моей презентации в шкафчиках, если там где-то и попала ошибка, она там умрет через несколько сот лет. Здесь в цифровом мире эти ошибки они работают, они как вирусы проникают в другие библиотеки. Конечно, необходим стандарт, не только даже относительно ошибок, а относительно общих правил библиографирования необходим единый центр каталогизации. Как ни странно, в начале 2000-х эта проблема довольно ясно осознавалась и остро ставилась. И существовали проекты единые модели классификации каталогизации. Из тех, которые на памяти у нас с вами, например, RGB, НРБ, проект Сигла, единая, это такие как Лебнет и еще некоторые. Вот почему-то все эти проекты закрыты, ну да, сама работа где-то РГБ ведется, и Лебнет существует, но это уже не в центре внимания, и к ним уже не ставится вот эта острая политическая задача, связанная с нашей цифровой трансформацией. существует также задача вообще взаимосвязи самих каталогов друг с другом, они тоже развивались исходя из своих задач, и жили своей жизнью. Вот сегодня мы вам покажем наши работы, цифровая среда позволяет их довольно легко сопрягать друг с другом, и использовать сразу много каталогов одновременно. Такого тоже было немыслимо раньше в среде, но возникают и конфликты, и вопросы, как их синхронизировать друг с другом, как они могут существовать вместе. Вот эта проблема тоже практически не ставится. У меня на слуху только вот один проект VINETI, проект конвертации разных классификаторов друг в друга. У них называется сеть классификационных систем. Но тоже ничего о нем не слышно, о его востребованности, о прогрессе. То есть спим спим. В общем, как мне кажется, вот в свете того, что я постарался описать, как смена парадигм, и порождающие здесь проблемы и конфликты, конечно, нужно пересмотреть все подходы библиографической науки, проснуться для новой цифровой среды. В ней совершенно новая задача. Библиография должна задавать смысл и направление работы с книгой в цифровой среде, должна помогать книге выполнять функцию форпоста, а не аутсайдера в новой информационной среде, раскрывать принципы работы и поиска книги в пространстве знаний. Эти задачи мы должны решать. Над чем же работаем мы в нашей компании в свете того понимания, о котором я рассказал. Конечно, не так глобально мы ставим вопрос, мы как раз работаем в практической плоскости, стараемся швы зашить и залатать лаптат, заплаты. Во-первых, мы работаем над полнотой и правильностью библиографической записи, учитывая вот эту ответственность, о которой я сказал, что во многих библиотеках уже не производится той дополнительной собственной работы, а они берут нашу. библиотеки. особенно грустно, что такие библиографические записи в книгах, которые мы получаем, они действительно катастрофического вида, просто мало имеют общего с задачами библиографического записи. Издательский мир, который нам предоставляет титульные данные, метод данной книги, он просто действительно халтурщик самой высокой вообще пробы. Ну, минимум треть из этой массива мета-данных, а мы ежемесячно перерабатываем одну-две тысячи книг, так что представьте, довольно очень большой объем работы, если переделывать и исправлять, это просто РГБ не хватит, как говорится, а у нас штат очень маленький. Это вот одно направление большой работы, второе, это уже более творчество, работа и разработка нескольких рубрикаторов. Вот об этом вам как раз наши коллеги расскажут. Первоначально мы создавали свой внутренний рубрикатор, отталкивающий от наших контента, от содержания нашей библиотеки, но мы наконец переросли, вышли на такой глобальный масштаб, измеряющийся сотнями тысяч книг, и вот уже полтора года прошло, как мы перешли с тем, с той или иной меры успеха на универсальный библиотечный классификатор ВБК, и он сейчас служит основой навигации по книгам. Кроме этого, как учебный ресурс, конечно, мы должны отвечать практическим задачам, и также тщательно работать над рубрикатором укропленных групп специальностей, и стараемся это сделать. Отсюда выходит задача связать классификаторы между собой, установить соответствие, прежде всего между ВБК, УГС, вот и тоже коллеги расскажут какие здесь проблемы. Ну и целый ряд задач связаны с тем новым видом связи библиографического описания и самого текста рубрикатора с библиотекой. это опять-таки ну как говорится в один клик, это такая живая связь как пуповина. Если переводить образом, если раньше библиографическое описание было автономно, самостоятельно, вот до сих пор вы знаете, что крупнейшие мировые рубрикаторы базы данных цитирования, они вот раньше выглядели как тома книг, в которых просто перечислены цитирующие тексты. Вот сейчас постепенно они трансформируются в вид платформы, в котором не только цитирующие библиографические описания, но и сами тексты доступны через них. Преодоление вот этого барьера это тоже колоссальная информационная революция. То есть единство библиографического описания с самим текстом, прямые ссылки. И вот в частности мы в нашей БС стремимся к тому, чтобы за каждой ссылкой, то есть библиографическом описание, стоял текст, который можно нажать, открыть и прочитать. Это конечно совершенно другая свобода работы с текстами, чем все, что было доступно нашим подшествующим поколениям. И из этого проблематика связана с библиографической записи цитирования. Если вот сегодня на цитирование опирается практически вся научная и университетская иерархия, рейтинги, вся эта гонка, соревнования, то ясно, что цитата это тоже библиографическая запись. И вот между библиографической записью и библиографической ссылкой должно быть точное правильное соответствие. Одно должно узнавать другую, другое. То есть библиографическая работа расширяется от записи к умению работать на ссылке. Это должны обеспечивать мы на своей платформе. Ну и наконец последнее направление работы это удобство работы с библиографической записью, библиографической ссылкой, удобство цитирования, чтобы это все было сразу доступно, легко копировалось, переносилось в рукописи студентов и ученых. В общем, чтобы все было в один клик и удобно. Ну вот это уже совершенно кратко я перечислил те практические направления, над которыми мы работаем. Ну а то, как это действительно выглядит и как мы с этим справляемся, об этом расскажет уже моя коллега Татьяна Викторовна. Я благодарю вас за внимание и буду до конца нашего вебинара доступен. Жду ваших вопросов. Благодарю. Спасибо, Константин Николаевич. Добрый день еще раз, уважаемые коллеги. Ну, на меня сегодня мне сегодня выпала такая миссия познакомить вас с той системой каталогов университетской библиотеки онлайн, которая у нас существует. У нас присутствует еще один специалист, который непосредственно занимается электронными каталогами университетской библиотеки онлайн, Альфия Мерхалимовна. Поэтому можете задавать вопросы, чтобы они не потерялись у нас в общем чате. Лучше использовать вкладочку «Вопросы», которые есть, лучше их задавать туда. И в конце мы попросим Альфию Мерхалимовну такое завершающее слово предоставим ей. И плюс она ответит на ваши вопросы, поможет ответить на ваши вопросы и мне. У меня скорее такая информационная часть. Познакомить вас с той структурой каталогов, над которой работаем мы, которая есть в нашей университетской библиотеке. Да, мы сталкиваемся с таким парадоксом, вроде бы в интернете есть все и найти можно все, любые тексты, но, к сожалению, поиск в интернете, особенно, как показывает работа наших студентов, с которыми в качестве преподавателя тоже постоянно общаюсь, не все и не всегда это умеют делать. И, конечно же, здесь без каталогов, без библиотек мы еще очень долго, долго-долго обойтись не сможем. две такие основные причины трудности поиска в интернете – это большое число источников информации, не всегда качественных. Мы имеем дело с большим количеством и фейковой, и фишинговой информации, фейковой, фишинговой сайты, с которыми тоже нужно уметь работать. К сожалению, не всегда мы это умеем делать. И массив информации в интернете крайне динамичен. Но и, опять же, отсутствие навыков поисковой работы в новой цифровой среде тоже дает себя знать. И библиотека, как считается, выгодно отличается от такого некого хаотичного представления информации и поиска в интернете тем, что предоставляет пользователю уже результаты проведенной обработки, аналитико-синтетической обработки всего входящего информационно-документального потока. Это и каталогизация, и предметизация, и систематизация, и возникает такой конфликт. С одной стороны интернет, с другой стороны ручной каталог, ручная библиотека. Простите, прощение, коллеги, скажем, не цифровая, не электронная. Ну и вот в данном, в данной ситуации электронная библиотека может стать вот таким вот реальным посредником между читателями и текстом, между читателями и книгой, и, но для этого нужны хорошие поисковые и сервисные возможности каталогов, которые были бы удобны и привлекательны для современных пользователей. Понятно, не всегда мы имеем те инструменты, которые позволяют нам это сделать. Приходится адаптировать, переделывать. Ну вот, что можем, то делаем. Из чего же состоит система каталогов университетской библиотеки онлайн? Все каталоги представлены на главной странице, которая приведена сейчас на слайде, и я даю вам ссылочку на эту страницу, можно будет по ней перейти и познакомиться. Вот здесь все наши каталоги. Если открыть вкладочку, можно с этой системой каталогов сразу и познакомиться. Она включает в себя четыре основных таких элемента. Это каталог ББК, УГС, предметный рубрикатор и профильные блоки. Да, на ББК работаем и работаем давно, но речь идет об электронной библиотеке, именно ее имел ввиду Константин Николаевич, когда говорил о каталогах ББК. А так-то, конечно, мы на них работаем аж, по-моему, в 60-х, если не ошибаюсь, готов, прошлого века. Каталог ББК, УГС, предметный рубрикатор, разделы и профильные блоки. по каталогу по каталогу ББК. Это классика, классический научный библиотечный классификатор, линейная выкладка с прямой зависимостью конкретного атрибута книги и его привязка к узлу каталога. Структурирование идет по сокращенным таблицам ББК и присвоение индекса книги относит ее в конкретный раздел. Присвоение нескольких индексов книги позволяет более полно раскрывать ее содержание. Ну и рядом в каталоге ББК рядом с названием раздела справа есть возможность ставить галочки, нажимая на которые, можно раскрывать каталог, опускаясь на уровень ниже. Всего в каталоге представлено 5 уровней. Вот здесь на слайде вы видите приведен приведены разделы каталога ББК и вот здесь есть возможность проставляя галочки раскрывать список и раскрывать структуру переходя по уровням. Что еще можно сказать про этот каталог? Не очень вот здесь лучше видно по уровням мы можем приходить каталог не очень популярен среди читателей казалось бы удобная вещь но тем не менее не знаем структуру ББК опять же с этим я постоянно сталкиваюсь когда работаю со студентами и мы пытаемся осуществлять с ними поиск по каталогам ББК УДК это темный лес мы не знаем мы не знаем основные принципы мы не знаем разделы мы не знаем как как пользоваться как искать как использовать АПУ и конечно это требует еще дополнительных усилий по знакомству потенциальных читателей студентов да и преподавателей тоже с каталогом с тем как устроена ББК ну вот собственно чем мы иногда и иногда и занимаемся на наших вебинарах у нас есть цикл библиография для небиблиографов и там у нас есть отдельные вебинары где мы знакомим и наших студентов и наших преподавателей которые не являются профессиональными библиотекарами и библиографами с тем что это такое как этим пользоваться одно из направлений работы тоже и еще один момент с которым столкнулись в процессе работы в каталоге ББК невозможно учесть важные некоторые важные для учебных библиотек параметры например типа издания вид содержания уровень образования и напрямую да то есть такие параметры необходимо уточнять вводя дополнительные фильтры в интерфейс и только через это осуществлять поиск отсуществлять работу с каталогом ну вот один из вопросов с которым столкнулись в процессе работы второй вторая составляющая системы каталогов это каталог УГС или УГСН динамический рубрикатор в нашей ЭБС формируется на общей структуре на основе общей структуры ВГОСов и списки дисциплин для этого каталога были получены следующим способом путем изучения учебных планов вузов РПД вузов дисциплин которые заполняются корневыми пользователями в сервисе книгообеспеченность и на основе статистики сервиса проверь свою РПД то есть здесь можно сказать что полнота этого раздела полнота этого каталога УГС она во многом зависит и от нашей активности насколько мы пользуемся сервисом книгообеспеченности сервисом проверь свою РПД таким образом мы можем влиять и на наполнение на дальнейшее развитие этого каталога это динамический рубрикатор и здесь многое зависит не только от тех кто свыше откуда-то вносит сюда данные но и от нас от тех кто этим каталогом пользуется по методам наполнения дисциплин в каталог добавление книг из РПД вузов чем больше РПД мы проверяем чем чаще мы пользуемся этим сервисом добавляем свои книги из своих РПД тем естественно мы влияем на развитие каталога УГС и второе направление второй метод это издание которое добавляют с пользователями в сервисе книгообеспеченность и автоматический подбор на основе семантического анализа анализа метаданных содержания книг с последующим соотнесением с рубрикатором ББК и фильтрацией по актуальности актуальности по году изданию по типу издания вот таким вот образом происходит работа да спасибо Алифия Мерхалимовна Марина Дмитриевна РПД рабочая программа дисциплины тот основной документ который заполняет каждый преподаватель к аттестации мы их и по 300-400 штук делаем за две недели там обязательные разделы в рабочей программе помимо всех учебно-тематических планов компетенции и прочего прочего чисто преподавательских педагогических вещей есть еще очень важный раздел за который преподаватели гоняют и очень сильно это литература основная и рекомендательная дополнительная да то что обязательно к изучению и то что рекомендуется вот к основной литературе предъявляются очень жесткие требования например у нас в УЗИ для программ магистратуры требуются только учебники и только за последние пять лет учебные пособия нет для бакалавриата специалитеток когда еще было да можно было а вот для магистратуры в каждом УЗИ свои требования где-то говорят два учебника в основной третья книга может быть например монографии или третья может быть учебное пособие обычно два три в основную и пять семь в рекомендательную где-то другие могут быть требования и за счет того что существует вот это разнообразие требований внутри разных ВУЗов и очень важно привносить вот эти свои РПД в каталог УГС для того чтобы он развивался потому что мы то лучше знаем мы с этим работаем постоянно это есть в наших РПД если мы это не будем отражать здесь здесь оно не появится ниоткуда поэтому мы и говорим что важна совместная работа для того чтобы добавлялись книги и они присутствовали в этом каталоге и каталог УГС работая с ним также при тем же самым способом галочкой справа так же как и в ББК можно открывать следующий уровень в настоящее время каталог содержит информацию по направлениям подготовки бакалавриата остальные направления и уровни образования направления подготовки они разрабатываются поэтому не все здесь можно пока еще увидеть но работа идет и в этот каталог издания подбираются автоматически но опять же на основе тех данных которые мы туда вносим фильтр по уровню образования есть такой фильтр можно его применить здесь вот он у нас здесь указан то есть есть поиск по фильтрам по дисциплинам фильтр по дисциплинам он делит дисциплины в направлениях подготовки условное деление на общие и профильные в общие дисциплины включаются те которые способствуют и направлены на формирование общекультурных компетенций но если вспомнить в ГОС федеральные государственные образовательные стандарты по направлениям подготовки то там идет разделение формируемых компетенций на общекультурные общепрофессиональные и профессиональные компетенции так вот общие дисциплины это то что формирует общекультурные компетенции и чаще всего это дисциплины базовой части такие как там иностранный язык физкультура история философия то есть те которые есть практически во всех УГСН и другие дисциплины которые зависят от ВУЗа по выбору ВУЗа экономика правоведение социология например вот то что сюда включается второй раздел профильные дисциплины это те которые способствуют формированию общепрофессиональных и профессиональных компетенций ну и соответственно пользоваться вот этим каталогом зная это деление становится более более понятно для тех же преподавателей или методистов ВУЗов и чтобы попасть к списку этих дисциплин мы просто выбираем раскрываем этот список переходим к нему и вот мы видим профильные дисциплины общие в зависимости от того что нам нужно мы выбираем либо тот либо другой раздел и переходим уже дальше по этой системе фильтров к выбору к раскрытию самого списка да ну вот раскрываем список дисциплин которые нам нужны и нужны и можем осуществить спокойно здесь выбор выбранные дисциплины мы также можем провести на основе фильтров выбрать книги для основного и дополнительного списка литературы вот то о чем я вам говорила то что входит в структуру РПД уже сговариваюсь хотел сказать ББК в структуру РПД так как там требуется два есть два раздела есть основная литература есть дополнительная вот здесь по фильтру мы как раз это и можем сделать выбираем либо то либо другое и таким образом производим отбор нажимаем кнопочку применить фильтр не забыть который у нас здесь есть иначе фильтры наши не сработают и мы получаем те списки которые нам необходимы для формирования наших списков литературы в те же самые РПД то есть зная вот эту простую схему действий и отбора по фильтрам поиск литературы ВБС для составления РПД а особенно это важно когда мы говорим не об актуализации а разработке новой программы новой дисциплины это конечно значительно облегчает работу и дальше мы можем да и про год издания важный момент есть требования по году издания по устареванию литературы для некоторых дисциплин это 5 лет для кого-то это может быть 10 лет здесь мы также можем использовать фильтр год от хотя в последнее время насколько я знаю в РПД такие требования для ряда дисциплин сняли то есть для ряда дисциплин это уже не столь актуально как было раньше я помню нас все время терзали не старее там 3-5 лет сейчас смягчение в этом плане произошло что конечно облегчило учить преподавателей и значительно упростило работу с каталогом и с подбором литературы но опять же нужно все-таки согласовать этот вопрос с методическим отделом вуза с теми регламентами которые рассылаются по разработке РПД и включению туда литературы но такой фильтр есть то есть выборку здесь тоже по фильтру мы можем сделать если такая необходимость присутствует ну и опять же нажимаем применить фильтр и дальше у нас уже получаем тот список который нам рекомендуется с которого мы можем сделать выбор то есть проводится такая вот выборка Марина Дмитриевна спрашивает если дисциплину одни изучают как профильную а другие как общую если одна и та же дисциплина я поняла смотрите Марина Дмитриевна у вас есть какой-то если есть какой-то конкретный пример то тогда лучше его приведите пожалуйста вот в ту же вкладочку вопросы честно говоря с таким сталкиваться пока еще не приходилось могут быть например наша дисциплина может попасть либо факультативную либо вариативную часть вот я веду тайм-менеджмент или коммуникации менеджеров она попадает либо в вариативную либо факультативную часть это то что относится но она направлена на формирование в основном общекультурных компетенций и мы смотрим тогда там математика ага вот тогда просто смотрите по направлению подготовки если скорее всего например на одном направлении подготовки это может быть общей дисциплиной тогда мы выбираем фильтр общая и для этого для этой РПД конкретной для этого направления подготовки для этих РПД которые мы по нему готовим мы смотрим литературу как общую а по другому направлению подготовки она у вас может если она у вас идет как профильная тогда для него просто осуществляем отдельный выбор смотрим как профильную дисциплину хотя вопрос хороший спасибо большое что задали я думаю это нашим разработчикам на размышления и на осмысление что бывают и такие случаи мне например пока с этим сталкиваться к счастью не приходилось но тем да ну вот про год мы уже с вами поговорили есть такое и по завершая по каталогу УГСН для преподавателей для методистов подытоживая да такой краткий обзор он удобен как упрощает работу сокращает затраты времени да но это все-таки динамический и автоматически наполняемый каталог поэтому здесь важно помнить что такие каталоги не исключают ошибки при подборе изданий в случаях когда в обработку могут попадать ну например не структурированные файлы РПД либо название дисциплины может не отражать ее содержание например если вы ведете там введение в специальность и все ну да вряд ли мы здесь получим качественные качественные результат все зависит еще и не только от работы самого каталога и разработчиков но и от того что мы вводим ну так же как любые генераторы тех же библиографических описаний или ссылки вы введите свои данные и на основе этих данных он вам выдаст результат но если вы вводите не зная структуры библиографического описания или библиографической ссылки вы вводите неправильные данные или не умеете пользоваться фильтрами мы не получим качественного результата он за нас додумывать не будет не сможет поэтому очень важно при внесении данных понимать что это будет влиять на выбор на выдачу на качество выдачи или там еще вот говорят проблемы отрасли какой отрасли маслопроизводящие или авиакосмическое это совершенно разные будут разная выдача разная литература разные подборки будут если мы ведем просто проблемы отрасли он нам и выдаст проблему отрасли найти ничего невозможно это вина не каталога это вот да те ошибки которые пока еще присутствуют на этапе ввода информации ну так же как и при поиске кстати в интернете если мы не знаем основных операторов например в том же Яндексе да операторов поисковых запросов мы не всегда получаем релевантную информацию то что нужно нам мы получаем огромный объем и опять мы оказываемся в том же стоге сена и ищем ту же иголку и говорим фу поиск не работает поэтому есть вот эти вот нюансы с которыми нужно нужно понимать и нужно знакомиться нужно использовать следующие составляющие системы каталогов это разделы предметный рубрикатор этот каталог уже в отличие от автоматизированных и динамических он создается вручную и здесь мы имеем структуру управляемую специалистом где книги привязываются к узлам уже человеком да то есть здесь работает уже не искусственный интеллект здесь человеческий фактор и для предметного рубрикатора чем он характерен это высокая точность подбора это индивидуальная обработка сложных случаев но с другой стороны все таки поддержание такого создания и поддержание в работоспособном состоянии такого предметного рубрикатора это процесс очень трудоемкий очень дорогой в обслуживании многое зависит от человека опять же человеческий фактор тоже имеет место быть но с другой стороны это более понятный для читателей рубрикатор которым удобнее пользоваться как читателям как пользователям и чем тот же ББК например и каталог разделы это тематический каталог здесь мы тоже также такая же структура слева видим список и также можно спускаться по уровням расставляя галочки справа динамический рубрикатор профильные блоки с автоматическим наполнением учитывает вот здесь идет учет большого количества атрибутов метаданных и для наполнения требуются разовые настройки необходимо указывать входящие в блок направления подготовки индексы ББК типы изданий жанра и для каждого блока также создаются фильтры исключения и каталог блоки блоки каталог блоки где книги объединяются в блоки по тематическому принципу и в отличие от предыдущих примеров книги не разделяются по типу издания так как это было в каталоге разделы или в каталоге УГС и не разделяются по конкретным отраслям так как это было в каталоге ББК в блоках литературы идет подбор по более широким тематикам по разным типам издания нет ограничения по году издания ну например блок химия содержит литературу и по химическим наукам и по химическим технологиям химическое сырье и так далее то есть все что касается темы химии и здесь та же самая структура как и во всех предыдущих слева открывается структура и нажав галочку около фильтра выбранные фильтры можно выбирать нужную литературу выбор по фильтрам здесь также присутствует те же самые фильтры мы видим есть по году издания по издательствам по уровням образования и та же самая кнопочка волшебная та же волшебная кнопочка применить фильтр в чем преимущества плюсы и минусы профильных блоков этих рубрикаторов быстро наполняется быстро легко легче администрируется для создания широких тематических подборок очень хорошо работает и в общем-то это его предназначение но из минусов разноуровневой вложенной вот такой большой структуры вложенной рубрикации в нем нет в нем она отсутствует ну вот это один из минусов и в основе динамических рубрикаторов для каталогов лежат несколько важных моментов модель атрибуции книги достаточно развита по 136 параметрам проводится есть производительный поисковый сервис анализ пользовательских данных статистика использования изданий в сервисах персональных подборках вот это все входит в основу динамических рубрикаторов ну и в конце такого краткого экскурса в наш систему каталогов университетской библиотеки онлайн опираясь на статистику использования ЭБС разными типами учетных записей это могут быть преподаватели библиотекари студенты можно сказать что может сделать такой вывод что атрибуция ручная автоматическая каталогизация это основные приоритетные задачи и статистика использования каталогов не увеличивается иногда в некоторых организациях снижается со стороны пользователей повышается запрос на использование поисковых сервисов приближенных к поисковым сервисам интернета поисковых Яндекс Гугл и прочих повышенный спрос на готовые подборки книг через заявки либо в электронном виде либо через интерфейс заполнение формы заявок такие функции сейчас уже начинают где-то выполняться и таким образом развитие каталогизации это такая важная внутренняя задача в общей картине использования контента в ВБС есть свои плюсы есть свои достижения есть свои проблемы и минусы часть из них мы сегодня посмотрели с которыми мы сталкиваемся но работа идет работа продолжается каталоги стараемся совершенствовать и делать их максимально удобными максимально отвечающими на запросы наших пользователей ну естественно не все сразу и многое зависит и от активности самих пользователей то о чем мы с вами говорили если мы сами не будем пользоваться теми же сервисами связанными с книгообеспеченностью проверкой РПД то работа естественно будет идти медленнее и хуже меньше данных для обработки ну вот коллеги на этом свою информационную часть путешествия по нашей системе каталогов я завершаю с вашего позволения если есть какие-то вопросы пожалуйста можете написать их в чат или во вкладочку вопросы про вопрос Марины Дмитриевны я помню спасибо большое что его задали обязательно передам его ну тем более у нас есть специалист который непосредственно организует работу с каталогами я надеюсь что ответ на него мы с вами получим в ближайшее время и обязательно доведем его до вашего сведения большое спасибо коллегам за участие в сегодняшней встрече если есть еще какие-то вопросы можно задавать их еще в чат чат пока еще не закрыт ага отлично Марина Дмитриевна есть не уходите есть ответ я передам слово нашему специалисту Альфея Мерхалимовне она готова ответить сейчас отлично сегодня Альфея Мерхалимовна мы готовы вас услышать я тогда со связи пока ухожу но мы будем без видео чтобы не нагружать канал Альфея Мерхалимовна ответит голосом добрый день уважаемые коллеги ну давайте я начну сразу с ответа на вопрос Марины Дмитриевны по поводу дисциплин которые могут встречаться в качестве основных общих либо профильных ну на примере математики по всем УГС конечно мы прошли вручную попытались проставить меточки для нашего искусственного интеллекта для нашей машины что считать основной что считать профильной литературой что считать общей и понятно что дисциплину допустим математика в УГСН которые начинаются с 0.1 она идет вся в профильные дисциплины а математика ну в каком нибудь УГСН гуманитарном что-то типа театрального она конечно будет в общих единственный минус здесь такой у нас с вами книги и в том и в другом случае будут одинаковые то есть вот я понимаю что для искусствоведов математика нужна в сокращенном виде но она к ним пойдет ровно в том же виде в каком и прицеплены книги к дисциплине математика в профильных УГСН вот тут пока еще мы не знаем как научить нашу машину различать по уровню сложности книги для профильных и непрофильных направлений подготовки вот ну собственно также вот могу для примера привести дисциплину экономика которую изучают во многих направлениях подготовки и профиль подготовки 38 экономика куда идет вот прямо профильная экономика и все точно так же дисциплина в непрофильных УГС будет стоять в общих а в 38 УГС она будет стоять в профильных но наполнение этой дисциплины оно вот будет одинаковое для всех пока пока мы над этим думаем и надеюсь мы решим эту задачу и сможем какие-то какие-то точки для машины придумать чтобы она отличала уровень сложности книг вот ну по этому вопросу вот пока так вижу еще вопрос по сервису книгообеспеченности значит у нас сервис книгообеспеченности он существует для заполнения вузом самому своих книг он помогает этот сервис книгообеспеченности не только вузу но и нам как говорила Татьяна Викторовна всю информацию необходимую нам для работы мы берем от вузов вот кроме этого сервиса книгообеспеченности есть еще сервис проверь свою РПД вот они пока никак не соединяются вот то есть если в книгообеспеченности вы можете сразу составить картотеку внутри из нее вы можете попасть в поиск и подобрать в любую дисциплину свою литературу которая вам нужна то в РПД пока вот только отдельные дисциплины каждый преподаватель каждый корневой пользователь может заполнить надеюсь я ответила если есть еще какие-то вопросы пишите вопросов пока больше вроде у нас да пока больше вопросов нет большое спасибо Альфея Мирхалимовна за такой подробный ответ надеюсь что на вопрос мы ответили ага спасибо да все Марина Дмитриевна рада что смогли ответить на ваши вопросы вам помочь ну что ж уважаемые коллеги на этом мы нашу сегодняшнюю встречу с вами завершаем в конце хочу представить книгу Константин Николаевич Костюка книга в новой медийной среде и также контакты приведены на последнем слайде приглашаем к сотрудничеству приходите задавайте вопросы и участвуйте в наших вебинарах дальше надеюсь что подогнал «Симон» Продолжение следует...